Дорогие друзья, мы строим храм Божий в честь Порт-Артурской иконы Божьей Матери и всех приглашаем принять в этом посильное участие. Можно прийти поработать, можно приготовить для работников обед, а можно еще купить именной кирпич. Всем радости и счастливого настроения! Блокады нет Друзья, на нашем поминальном мероприятии почетные гости. Вокально-хоровой коллектив храма Святых Константина и Елены на улице Доблести Огни Парфене. И я предоставляю слово настоятелю храма Святых Константина и Елены на улице Доблести Протеерею Михаилу Браверману. Вам слово, Отец Михаил. Дорогие друзья, 8 сентября день памяти и скорби в нашем городе. Ибо 8 сентября 1941 года началась блокада тогда Ленинграда, ныне Санкт-Петербург. 8 сентября город был отрезан от наземного сообщения с большой землей, той землей, которую еще не копировали захватчики. В этот же день фашистская авиация разбомбила падаевские склады, что впоследствии очень скором времени привело к массовому голоду. Блокада для нас незаживающая рана. Блокада для нас благодарение тем людям, которые в самых тяжелых условиях отстояли наше Отечество. И для нас, людей Церкви, Блокаде это повод молиться обо всех, о тех, кто погиб тогда от глада, холода, ранений. И молиться, слава Богу, за тех, кто еще жив. В нашем храме есть такие прихожане. И сегодня, в День памяти и скорби, мы представляем концерт памяти жертв Блокады. Концерт, который мы назвали и благодарением за жертву, которую принесли тогда ленинградцы, и который мы называем еще благоговением. Благоговением перед тайной их страданий, тайной их смерти. Песня, как и всякое искусство, должна утешать человека. Должна утешать нашей скорби и должна нам помогать иметь правильное представление о тех исторических, но не так давно случивших событиях, страшных событиях, которые происходили в нашем городе. Прозвучат песни военной поры, песни, которые исполнены надеждой. Той надеждой, которая действительно свершилась тогда, когда Блокада была прервана. Дорогие друзья, приглашаю нашего ленинга, Любовь Реброву, для того, чтобы начать концерт. Спасибо. Дорогие друзья, добрый день! Вас приветствует вокально-хоровой коллектив при храме святых Константина и Елены на улице Доблести «Огни Парфена». 8 сентября 1941 года. День этот навсегда вписан в историю нашего города. Это особый день, день скорби и памяти. С благодарностью! У зари то у зореньки много ясных звезд, А у темной тоноченьки им еще туне. Горят в небе звездочки пламенно горят. Моему, да с детцем, маму, что-то говорят. Я бы целую ноченьку, не смыкая глаз, Все смотрел бы звездочки, милые нас. Возьми, да с детства, милые нас. Возьми, да с детства, милые нас. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, Германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война Советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Пусть ярость благородная скипает, как волна идет. Война народная, священная война. Пусть ярость благородная скипает, как волна идет. Война народная, священная война. Тот самый длинный день в году с его безоблачной погодой нам выдал общую беду на всех, на все четыре года. Она такой вдавила след и стольких наземь положила, что двадцать лет и тридцать лет. Живым не верится, что живых. А к мертвым, выправив билет, все едет кто-нибудь из близких. И время добавляет в списки еще кого-то, кого нет. И старый, старый обелиск. В первые месяцы войны родилась одна из лучших лирических песен о море и любви к родине «Вечер на рейде». Слова и музыку песни написали наши земляки, поэт Александр Чуркин и композитор Василий Соловьев-Седой. Песня была написана в августе 1941 года. В годы войны была настолько любима и популярна, что пели ее слегка изменив слова не только моряки, но и солдаты, пехоты, и летчики, и танкисты. Музыка Соловьева-Седова, слова Чуркина «Вечер на рейде». Музыка Соловьев-Седова, слова Чуркина «Вечер на рейде» Музыка Соловьев-Седова, слова Чуркина «Вечер на рейде» Музыка «Вчер на рейде» Музыка «Вечер на рейде» Музыка «Вчер на рейде» Прощай, любимый город, уходим завтра в море. Неранний порой, никто взятой мой, знакомый годом голубой. Прощай, любимый город, уходим завтра в море. Неранний порой, никто взятой мой, знакомый годом голубой. В море большой мила тишина, а море окута туман. И будет разной, сводит волна, и тихо играет моя. Прощай, любимый город, уходим завтра в море. Неранний порой, никто взятой мой, знакомый годом голубой. Прощай, любимый город, уходим завтра в море. Неранний порой, никто взятой мой. Вместо супа бурда из столярного клея. Вместо чая заварка с основой твоим. Это все б ничего, только руки не имеют, только ноги становятся вдруг не твои. Только сердце внезапно сожмется, как ежик, и глухие удары пойдут не в попад. Сердце, надо стучать, если даже не можешь. Не смолкай, ведь на наших сердцах Ленинград. Бейся, сердце, стучи, несмотря на усталость. Слышишь, город клянется, что враг не пройдет. Сотый день догорал, как потом оказалось. Переди оставалось еще восемьсот. Слова и музыка Бакковой «Мой город-герой». Зима сорок первого года В локатном кольце Ленинград Обстрелы, бомбежки и пола Суровые лица солдат Застыло холодное утро Над суванной бурем небой Ты выдержал все, город мой, победитель Город-герой Вы, горы, славы и декрасы Кто город родной не сдавал Кто сбрасывал скрыть за шикалки Работая ночи не спал Мы все остояли победу Высокою славой ценой Чтоб жил Ленинград Город мой победитель Город-герой Из клятвы ленинградских партизан Я скорее погибну, чем отдам тебя на поругание Родной Ленинград Именно в Ленинграде на полгода раньше, чем в Москве 27 сентября 1941 года Был создан ленинградский штаб партизанского движения Если бы гитлеровцы захватили Ленинград Покой и триумф победителей нарушили бы 16 городских партизанских отрядов Еще до того, как вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо блокады На территории области началось партизанское движение Оперативные группы были созданы на Ленинградском, Волховском и Северо-Западном фронтах К ноябрю 1941 года на территории Ленинградской области действовали 173 отряда Семь полков и три крупные партизанские бригады В которых насчитывалось около 18 тысяч партизан Зимой 1942 года партизаны сумели провести в голодающий Ленинград Более двухсот повозок с тоннами хлеба, пшеницы и мяса Согласно существующим на тот момент нормам Поступившего в город продовольствия хватило примерно на три дня Однако моральное значение этой акции очень велико Ленинградцы еще раз убедились в том, что они не остались один на один со страшной бедой И это придавало им мужество и сил Партизаны помогли выстоять нашему городу Народное антифашистское движение развернулось по всей стране Не случайно боевой дух партизан так воспет в стихах и песнях Музыка Захарова, слова Исаковского Ой, туманы мои Музыка Захарова, слова Исаковского 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Катюша Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok Где судьба нашей юности света И летят с ними, и летят с ними Через память мою до рассвета И летят с ними, и летят с ними Через память мою до рассвета И летят с ними, и летят с ними Через память мою до рассвета Улицы, ограды, парапеты Толпы, толпы, шпиль над головой С северным сиянием победы Озарилось небо над Невой Гром орудий, но не грохот боя Лица, лица, выражение глаз Счастье, радость, пережить такое Сердце в состоянии только раз Слава вам, которые в сражениях Отстояли берега Невы Ленинград, не знавший поражения Новым светом озарили вы Слава и тебе, великий город Сливший воедино фронт и тыл В небывалых трудностях который Выстоял, сражался, победил Музыка Владимира Шаинского Слова Екатерины Шевелевой Уголок России Музыка Владимира Шевелевой Музыка Владимира Шевелевой Пересты си, закрыл, не тишина кругом Мне уголок России Мил, твой добрый отчий дом Стою не глядя на честы Березгам шлю привет Доквой за дубчиной красы Другой на свете нет Уговор России очень дал, где бумаги сели за окном, где двори немного грустные, и глаза, и песни русские Проходят в мире угода, и где-то там и тут, шумят большие города, дороги в дальмилу. Но сколько мне было дорог, и без спокойных дней, всегда Россия уголок живет в душе моей. Уголок России очень дал, где бумаги сели за окном, где двори немного грустные, и глаза, и песни русские. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Литературно-музык Ведущая нашего концерта Марина Гришакова Стихи прозвучали в исполнении Чижиковой Ольги, а также нам помогали в танцах Севолапов Евгений и Ревров Кирилл Наш концерт окончен, но мы не прощаемся с вами, а говорим До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok